Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна совершает тур по региону Южного Кавказа. С начала 27 апреля она посетила Баку, днем позже Ереван и приграничную зону, а 29 февраля – Тбилиси. Баку мадам Колонну принял президент Ильхам Алиев. На встрече глава государства отметила, что создание погранично-пропускного пункта на Азербайджано-армянской границе в начале дороги Лачин-Ханкенди является суверенным правом нашей страны и выражением обеспечения нашей территориальной целостности. Это был еще один ответ на ранее сделанное МИДом Франции необоснованное заявление по поводу установления Азербайджаном погранично-пропускного пункта в начале дороги Лачин-Ханкенди. Однако мадам Колонна как будто плохо расслышала и, отправившись в Ереван на пресс-конференции, снова встала в позицию предвзятости. Говорила о несуществующей блокаде Лачинской дороги, о вымышленном гуманитарном кризисе в Ханкенди и о пограничном пропускном пункте, установленном Азербайджаном, который глава МИД назвала недопустимыми. Мадам в очередной раз совершенно забыла о 30-летней оккупации Армении и земель Азербайджана, о невыполнении Армении, взятых на себя обязательств, о постоянных армянских провокациях. Чего добивается Катрин Колонна? Какая основная цель регионального визита французского министра иностранных дел? Свой комментарий по теме Баку-ТВ дал известный грузинский политолог дело Васадзе. Что касается визита министра иностранных дел Франции Катрин Колонны на Южный Кавказ, то есть в Баку, Ереван и в Тбилиси, здесь, я думаю, все более или менее понятно. У Франции есть амбиции мирового центра силы. Оно тоже ясно, потому что это одна из крупнейших экономик, ядерная держава и так далее. Но в данном случае понятно, что Франция выбивается из ряда европейских стран, потому что есть такое утверждение, что политический, экономический Евросоюз это Германия, а политический Евросоюз это Франция. Это не так. Экономический и политический Евросоюз это, прежде всего, Германия, потом Италия и ряд других экономиков. Что касается Франции, Франция предпочитает роль самостоятельного игрока и использует Евросоюз в качестве инструмента. Еще со времен Деголя. Бакрон себя чувствует продолжателем дела Деголя. И понятно, когда сейчас все взоры мировых региональных игроков прикованы к Южному Кавказу, Франция тоже не остается в стороне, тем более, что Франция считает, что у нее есть надежный партнер здесь в виде Армении. Что касается Грузии, то в Грузии, соответственно, отношения достаточно нейтральные и прохладные у Франции так было, к сожалению, всегда. А что касается Азербайджана, так как она выбрала своим надежным партнером Армению, соответственно, значит, позиционировать себя как доброго партнера Азербайджана крайне сложно. Я думаю, что цель мадамы колонны была именно в том, чтобы, сохраняя ту позицию, которую сохраняет, убедить азербайджанское руководство в том, что оно не является враждебным. Тем более, что у Франции, давайте не будем забывать, у Франции есть очень серьезные экономические интересы в Азербайджане. У Франции не может не быть геополитических интересов в Азербайджане, если она претендует на то, что у нее есть геополитические интересы на Южном Кавказе, а вообще в целом регионе. Вот такая вот достаточно сложная задача, практически невыполнимая. Я бы сказал Mission Impossible, но, с другой стороны, для того и существуют дипломаты, чтобы приезжать и вести вот такие переговоры. С чем может обернуться для региона, для отдельных игроков? Я не думаю, что чем-то может обернуться, потому что ставки здесь очень высокие и основные игроки давно. Россия со слабевающей активностью и сейчас все больше и больше возрастает роль Соединенных Штатов. Не будем забывать про Турцию, но Турция здесь примерно в такой же роли, что и Франция, хотя разница ощутимая между Францией и Арменией. Нет никаких военно-политических союзов, а между Турцией и Азербайджаном есть, но Турция не претендует на роль посредника, на роль того, кто может примирить стороны. А Франция пытается это делать. Я думаю, что это возможно.